Доброе утро, Левицкий Дмитрий, сегодня вторник, Финам.ФМ, программа «Рестораторы». Рад нашей снова встречи, дорогие радиослушатели, продолжаем наши ресторанные посиделки. Сегодня будет тема специальная, у нас сегодня специальные рестораторы в гостях. Сегодня будем говорить про самую большую в России выставку, посвященную ресторанному бизнесу, выставка «Пир», которая будет вот буквально вот-вот, будет очередная, я уже сбился со счета «какая», сейчас наши замечательные гости нам и расскажут. Иван Елена Меркулова сегодня у меня в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, спасибо, что пришли. Вот мне наши продюсеры пишут, руководитель информационного проекта «Пир». Вы его так это называете, да? Да, информационный проект. Информационный проект «Пир». Ну хорошо, давайте поговорим про информационный проект «Пир». Традиционно со всеми нашими гостями начинаем с того, выясняем, как они дошли до жизни такой, и почему вот так вот случилось, что вы занимаетесь информационным проектом «Пир». Как так судьба к этому вас привела? Ой, это давно началось у нас. В этом году уже 15 лет у нас выставки. 15 лет? Да. А в выставочном бизнесе мы еще больше, наверное, уже лет 18. Ага, 18 лет занимаетесь выставками. Да, до этого мы занимались другой выставкой, это музыкальной выставкой «Музыка Москва». И вот мы занимались, ей занимались, и нам стало жутко интересно ресторанный бизнес. Почему так? Почему именно ресторанным бизнесом, в ресторанной индустрии вас привела? Вы вообще кто по образованию, не знаю, по духу, по воспитанию? Почему это выставочный бизнес и в итоге ресторанная выставка? Ну к этому мы, конечно, по образованию не имеем никакого отношения. А вот расскажите нам всю правду. Мы закончили институт электронной техники. Ага, так. Я химик микроэлектроники. Так, а Иван? Я системный программист, действительно, по образованию, но так. То есть самую большую выставку ресторанной индустрии делают химик и программист. Если я правильно понимаю. Ну как-то так, да. А, ну а почему идея ресторана этой выставки все-таки? Откуда она-то пришла? Да, в ваше голову. Это она пришла в Ванину голову, поэтому будет он рассказывать. Рогослушатели, те, кто смотрят видеофайл, они видят сейчас, как мои гости друг на друга показывают пальцем, и кто же будет рассказывать эту страшную историю. Ну, видимо, Ивану придется все-таки сейчас, да, Иван, вздохнув. Так. Нет, наша бизнес-история вообще началась еще с институтских времен. Еще, как всегда, наверное, те основные. Еще с курса с четвертого, с пятого мы начали заниматься каким-то бизнесом. Сначала это была продажа светотехнического оборудования. Помню, как Славе Зайцеву я как бы что-то там активно продавал из лампочек. Потом у нас была очень интересная тема. Мы занимались пейнтболом, пейнтбольными тирами. Тогда еще? Да, давно. Только появлялся, наверное. Были эксклюзивными дистрибьюторами шариков на территории нашей страны, каких-то даже брендов. Серьезное дело. Потом у нас была компания, которая занималась организацией стрельб для богатых из любых видов оружия. По любым мишеням? Нет. Да, из танков мы стреляли там, из чего только мы не стреляли. Логика прослеживается. Сейчас вот должны к ресторанной выставке подойти. А потом я стал совершенно неожиданно генеральным директором Ассоциации дистрибьюторов музыкальных технологий и практически три года занимался этой отраслью. От начала до конца. Где-то три года. В рамках этой деятельности в том числе мы сделали выставку «Музыка Москва», которая до сих пор живет в «Здравствуй». Проходит в «Сокольниках». Сейчас тоже действительно красивое большое мероприятие. И кое-чему в связи с этим научились. Это было очень-очень давно. Это был год, наверное, 94-й, 95-й. А потом все очень просто. В рамках этой индустрии, собственно говоря, я изучал мировой опыт, что делается там, и столкнулся там со справочником итальянским, как сейчас помню, которым было много по оборудованию, по свету, по сервировке. Такое справочное издание, в котором объединялись поставщики для предприятий питания и досуговой индустрии, скажем так. Я бы не сказал, что он был совсем толстый. И, соответственно, я вдруг посмотрел и сказал, что я очень хотел бы сделать такой справочник для нашей индустрии. И с этого, собственно говоря, мы и начали. Со справочника? Со справочника, да. Мы начали. Мы стартовали справочником, как сейчас помню, там 256 страниц, в котором мы собрали информацию на тот момент о всех тех поставщиках, которых мы нашли по широкому спектру. Собственно говоря, придумали его структуру, напечатали достаточно много, там 1025. И активно, активнейшим образом по всем живым предприятиям питания, страны бегали. Этот справочник ныне здравствует? Мы его закрыли 6 назад как проект, потому что уже такого рода печатное издание потерял свою актуальность. Но через полгода уже после выхода справочника сразу же наметили выставку и сделали первую выставку в Сокольниках. 15 лет назад. Первый пир был в Сокольниках? Да. Он назывался Пир тогда? Да, он назывался Пир. Он был пиром во время чумы, потому что как раз мы попали ровно в тот самый кризис, когда доллар тогда. Да-да-да. Резко-резко, да. Заголовки в газеты. Мы даже не рекламировали выставки, нас это рекламировала пресса сама. Там пир во время чумы в Сокольниках. Хороший дали им повод своим названием, да? Да. Это было интересное время. То есть мы сидели на выставке и, в общем, с экспериментами со своими. Сколько их было? В том 98-й, да? В компании, может быть, 60-70. Ну, хорошие ребята, спасибо им большое. Многие до сих пор с нами, на самом деле. Да. Иных уж нет, я думаю. У кого-то нет. Кого-то уже нет, да. Но это была веселая, конечно, выставка. То есть такая шоковая. Если бы это произошло сейчас, я даже не знаю, как мы поступили, но тогда мы были молоды. И, в общем, ну, прошла, прошла отлично. И начали делать следующее. Как бы, да? Спокойно. И с той поры вот перерывов не было, да? То есть ежегодно вы вот так делаете, 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 делаете. Да, потом мы... На следующий год мы уже сделали чемпионат России по кулинарии и сервису. Уже на следующий год прям? На следующий год, да. Да? Нет, через... Да, да, да. Мне гости вот мои сегодняшние сразу сказали, что они будут противоречить друг другу. Вот это первые вопросы. Так. Ну, на следующий год же у нас был что-то... А, третий год. На третий год. На третий год Юрий Михайлович нас посетил, как бы, Лужков, вручил господину Махову, как сейчас помню, ключи от москвича, потому что он выиграл чемпионат России по кулинарии и сервису. И был награжден москвичом. Москвичом. А мы ему большую ложку. А мы Лужкову говорили, да, большую. Лужкову? Да. Это была третья выставка. Вторая выставка, да, у нас были такие смешанные темы, потому что многие наши экспоненты напугались. Кризис. Хорошо. Ну, вот как мы говорили еще за утренним завтраком, главный вопрос. Зачем вам все это делать? Зачем вообще нужна выставка пиры? И вы сказали, что есть некая за этим прям суть какая-то. Сейчас мы ее узнаем. Блин, даже уже не показываешь меня, просто говоришь, чтобы я рассказывал. Конечно. Да, честно вам скажу, лет 5-6 мы сами все время задавались этот вопрос каждый год. Зачем выставки нужны? Нужны они или не нужны? Вот на самом деле для себя этот вопрос решили. Очень просто. Сейчас, если у вас есть вопрос, хоть какой-то, вы действительно можете получить на него ответ. Да, для этого существует интернет, для этого существует куча других информационных источников. Правильно же? Правильно. Выставка – это такой уникальный формат, придя на который, сталкиваясь с большим количеством людей, вы получите информацию ту, по которой вы не знали, что у вас есть вопрос. Вы не знали, что вы хотите об этом спросить. Просто общаясь одновременно с большим количеством людей в сконцентрированном месте, сталкиваясь с ними, так или иначе, вы получите некий контент, о котором вы и не предполагали, что вам это интересно, что вы об этом задумывались. И это может быть достаточно интересно и продуктивно для вас в этом следующем годовом цикле. Какие-то открытия для себя вы можете совершить совершенно неожиданно. Это то, что дает прямое человеческое общение на самом деле. Для этого существуют выставки. Лена, у вас даже другое мнение на этот счет. Нет. В основных вещах вы совпадаете. Да, выстрадали. Ну, наверное, не могу не согласиться, и радиослушателям тоже могу сказать, что, наверное, выставка пира – это ту, которую я и посещаю каждый год, и планирую посещать. То есть много всего было на этом поприще, но практически ничего и не осталось, кроме пира, из того, что действительно имеет такой размах. И нет, не согласны? Нет, я могу добавить еще, просто развить эту мысль. Чуть-чуть, да. Подобного рода объяснение соответствует и тот формат, который мы делаем в своей глубине. То есть что мы делаем, что такое для нас пир? Для нас пир – это в первую очередь очень большая программа мероприятий, где те люди, которые уже чего-то достигли, причем вполне определенного в социуме с точки зрения своего бизнеса, своих каких-то достижений, мы даем им возможность говорить. Даем им возможность собирать аудиторию свою, что-то людям рассказывать и объяснять. Компании, которых на сегодняшний момент партнеров, мы считаем их своими партнерами, более 800, которые участвуют в выставке, они тоже со своей стороны целый год готовятся к этому и тоже хотят что-то сказать. То есть они выбирают продукты ли со всего мира, от своих поставщиков, не от своих поставщиков. Им тоже очень интересно пообщаться, даже с теми людьми, которых они хорошо знают. И этот эффект – это такая по большому счету синергия, когда количество людей, которые устремлены в одну и ту же сторону, начинает обретать некое новое качество. Это и есть, по сути, пир. Все очень просто. Поэтому каждый год он разный, потому что каждый год в жизни в реальности совершенно разные акценты, совершенно разные тенденции, какие-то вещи модные, какие-то вещи, тренды на сегодняшний момент. Причем какие-то еще не стали явными трендами. И вот это общение, вот этот котел, в котором сплавляются, по большому счету, не меньше 45 тысяч человек в течение трех дней, тому, кто хочет, он дает новое качество. Ну, действительно, тут тоже могу с вами вполне согласиться, как участник этого мероприятия, в том, что действительно ты приходишь, и зачастую то, что называется неосознанное незнание, то есть я не знаю, что я этого не знаю. То есть я действительно не могу в Яндексе набить, потому что я никогда даже не подумаю, что появился новый продукт или новая технология, или новое оборудование, или что-то такое новое. Человек, которого вы встречали последний раз два года назад, вдруг говорит вам что-то такое, да, и вы действительно через месяц уже понимаете, блин, действительно, ведь надо что-то в эту сторону тоже сделать, да. Хорошо, мы сейчас должны будем с вами прерваться на новости, а потом поговорим вот про разные разделы выставки, да, чтобы тем, может быть, кто еще ни разу туда и не ходил, было понятно вообще, о чем мы здесь все говорим, о каком таком большом пространстве. Хорошо, новости на Финам.фм. Доброе утро, Левицкий Дмитрий, программа «Рестораторы» на Финам.фм. Иван Елена Меркулова сегодня у меня в гостях, руководитель информационного проекта «Пир», самой большой выставки, самой такой большой площадки в индустрии ресторанного дела, и не только, мы сейчас еще про это поговорим, не только рестораторы там собираются, вот поговорим сегодня об этом событии, которое ежегодно в сентябре проходит в Москве. Давайте, расскажите чуть-чуть вот про разные разделы выставки, кто там, вот что там можно увидеть-то, да, для человека, который в ресторанной отрасли занимается, смотрим мы с Иваном на Елену одновременно. Лен, давайте, расскажите, да, вот разные разделы выставки. Ну, вот что у нас получается в этом году. Мы особый упор сделали на форум образования, то есть помимо наших стандартных форумов, это видом кухни, это Италия, Франция, Япония, особый упор был на образование. И он у нас получился, я считаю, очень даже хорошо. Он состоит из следующих частей, это большая образовательная программа, семинарская, студенческий персоревнования. Ну, и различные мастер-классы для именно студентов. Студенты, это не сейчас студенты, а через два года это уже молодые повара, которые идут работать в рестораны. Их надо вот уже с детства правильно обучать. На сегодняшний момент в колледжах выстроена и своя система образования, которая не всегда устраивает рестораторов. И именно на выставке они могут, во-первых, показать себя с точки зрения соревнований, а с другой стороны посмотреть, ну, а что нового. В этом году мы вот первый раз, например, сделали экскурсии на стенды крупных компаний, студентов, которые вот приходят, им рассказывают о новинках оборудования, отвечают на их вопросы, показывают самое новое, чтобы студенты уже, ну, вот, с младенчества знали. Так, то есть форма образования, да, форумы, все кухни, что еще интересного есть? Я хотела еще сказать про студенческий пир. То есть вот мы, когда его начинали, мы думали, что будут участвовать только московские колледжи. И вот в этом году у нас участвуют 28 колледжей со всей страны, причем даже из Сибири. Я сама была удивлена вот той активности, которую проявляют студенты. А в экспонентах то, какие вот разделы в плане того, что там можно посмотреть человеку, пришедшему на выставку? Наши экспоненты – это оборудование для ресторанов, инвентарь, униформа. Ну, то есть все разделы, начиная от дизайна и заканчивая кухней. То есть все, что нужно ресторатору, у вас там так или иначе представлено, да? Да, 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 да. Дальше у нас еще есть разделение по таким тематикам комп кофе. У нас достаточно большая программа с точки зрения образования бариста. У нас участвуют, приезжают чемпионы мира 2009, 2010, 2011, 2012 года, самые лучшие, которые варят правильный кофе. Это вы их привозите или привозят их экспоненты? Вы знаете, частично привозим и частично привозят экспоненты. То есть порядка пяти экспертов мы привозим, все остальное. Потому что компании, которые представлены на выставке, обычно тоже стараются показать все самое лучшее. Привозят там звезд и поваров, и бариста, и бартендеров. Мы еще поговорим, да, про Москобаршова, которые... Кофейные компании в этом году, вот, как никогда. Да? Да. Слушайте, а расскажите вот про тенденцию, да? Ну, понятно, что все начиналось там с 60 экспонентов в Сокольниках, да? Сейчас это уже глобальная там и образовательная программа, и так далее. Вот как меняется вот сама суть, да, выставки? Вот как она движется, не знаю, от простых экспонентов до каких-то, видите, образовательных программ, и что будет дальше, да? Сами экспоненты меняются. То есть если раньше в основном участвовали дистрибьюторы, которые продают в России зарубежное оборудование, то сейчас начали сами российские производители. Вот в этом году у нас участвуют компании, они маленькими стендами, но производители из таких вот Воронеж, там, я не знаю, там, Костромань, ну, Нижний Новгород уже давно участвует, но вот совсем, ну, вот маленькие города, в которых раньше не было никакого производства. Их становится с каждым годом все больше. Маленькие города. Мы родились в Нижнем Новгороде, в Астрове. Ага, понятно. Но там раньше не было. Мне так интересно тебя слышать, ты знаешь, так хорошо рассказывай. Ну, видишь, есть возможность меня послушать. Главное, чтобы я вам потом не сказал все неправда, что все совсем не так. Укажет вы свое мнение. Я уже понял. Так. И иностранные производители, они участвуют не только вот на стендах своих дистрибьюторов, они берут свои стенды и свою программу представляют, потому что им, я так понимаю, гораздо интереснее и выгоднее показать свои новинки. Угу. Самостоятельно. А вот как вопрос был такой глобально, да, там, глобально? Я начала с экспонентов. А глобально, наверное, вот что меняется. Мы четко и однозначно понимаем, что выставка является отражением индустрии. Она не на два шага вперед от индустрии, да. Она, в принципе, является ее сегодняшней проекцией, сегодняшним отражением, да. И сидит где-то, находится, вернее, где-то на стыке между отечественной индустрией и мировыми индустриями, да. Все куда-то развиваются. Берем, например, тему кофе. Еще 2-3 года назад тема кофе для нас, как некая отдельная выставка, было бы даже сложно себе представить. Это определялось в основном действительно развитостью бизнеса кофейного в стране. То есть количеством и количеством сетевых форматов. Московских, питерских, региональных и так далее, да. Сегодня однозначно совершенно говорим, и ситуация дозрела, для того, чтобы в следующем году мы стартуем уже отдельным проектом, отдельной выставкой кофе, кофе и чай. Это будет своя большая программа мероприятий, совместно с мировыми экспертами, по большому счету, организованная, да, с мировыми организациями. Большая, интересная, красивая. И это отдельная экспозиция, которая состоит и из тех российских компаний-участников, которые на рынке уже здесь есть и известны. И еще масса тех производителей, которые рассматривают для себя российский рынок интересным. Причем мы говорим здесь о маленьких, небольших производителях какого-то спешалти-кофе, да. По миру, там, балийский, или это, там, индонезийский, или это компания, или еще что-то, да. Потому что на российском рынке сегодня есть явный тренд с точки зрения кофейн. Можно жарить свое кофе, можно иметь свой собственный бренд кофе, да, можно иметь что-то нереальное, маленькое совсем, да. Можно продавать это людям прямо у себя в кофейне и так далее, да. То есть сегодня рынок уже до этого дорос, он этим интересуется. Дозрела аудитория сама, которая пьет кофе, да. И вот сейчас этот, собственно говоря, такой взрыв, да, мы уже явным образом обслуживаем, создавая отдельный формат выставки и программ-мероприятий. А как вы понимаете, что этот взрыв уже наступил? Вот как вы догадываетесь, что вот уже пора? Общаясь... Просто потому что, ну, как бы люди хотят участвовать, да, звонят вам, да. Ну, мы же находимся в достаточно активном общении с большим количеством предпринимателей по темам, да. И производителем оборудования, и самого кофе, и самим бизнесом. И вот понимание возникает как совокупность этого общения, скажем так, своевременность. Если два года назад еще это было сложно себе представить, то на сегодняшний момент уже все-все-все-все к этому созрело и готово. Аналогичным образом мы поступили с точки зрения барной тематики. Вот тут поподробнее, да. Это молодная тема, да. В прошлом году мы стартовали проектом «Москва-бар-шоу» тоже по той же самой причине, да, что тема, она как бы созрела. Если вы видите, обратите внимание, вот сейчас уже в Москве мы видим очень большое количество предприятий чисто барной направленности. Нет еды, да, это атмосфера, это напитки, да, это очень как бы по-европейски, по-американски уже, да, пять лет назад. Ну, это были единичные истории, да. В сегодняшний момент... Ну, мне ли не знать. Вам ли не знать, о чем мы говорим? Да, конечно. Это в том году было очень приятно, что действительно в Москве появилось такое мероприятие. И, конечно, наверное, мы как деятели барной индустрии, там, понятно, что первый раз там что-то понравилось, что-то не понравилось, где-то там хотелось бы вот этого, вот этого и вот этого. Но то, что уже сам факт состоялся, это, конечно, глобальный прорыв в барной индустрии. Добавить хочу, он состоялся еще и по той простой причине, что, смотрите, у западных компаний-производителей, со своей стороны, тоже есть ответный интерес, да, то есть, ведь бренды, которых мы пригласили к участию, они привезли своих амбассадоров. То есть, у нас было, что очень важно, у нас была совершенно международная история, где реальные люди, которые отвечают за развитие бренда, за коктейли, за миксологию вокруг бренда, приехали лично, да, их было там несколько сотен человек, на самом деле, с которыми действительно очень интересно общаться, потому что это первые руки. Ну, я могу тут сказать уж точно на сто процентов, я не там небольшой знаток кулинарной истории, да, и имен в этой теме, но то, что действительно в том году на Москва Баршова были, ну, первые величины, действительно, со всего мира, первые величины звезды, те, на которых равняется вся отрасль, книжки которых там, да, читают, зачитывают, переводят там кто как может, и знакомства с которыми, ну, просто действительно очень большой подарок, если честно сказать. И у меня в студии же был там Калабрезе, Энди Бишерт, да, с которыми, вот, мы год назад делали программу именно про Москва Баршову. Еще два-три года назад, когда мы рассматривали возможность создания Москва Баршова, это было, к сожалению, невозможно, да, потому что они, я имею в виду крупные производители, в первую очередь, да, они не чувствовали еще ситуацию здесь и готовность рынка для того, чтобы, там, слушать таких людей, да, там, их воспринимать. Потом ситуация дозрела, да, и взорвалось, по большому счету, у Москва Баршова в этой тематике. Ну, а вы, вот, кстати, действительно довольны, вот, тем, как оно прошло год назад, там, да, вот, первым опытом? Для первого раза, безусловно, да, то есть, качество самого формата и мероприятий, то та степень интереса, фидбэк, по которому мы почувствовали, да, говорит о том, что это перспективно и надо развивать. Но мы не собираемся, собственно говоря, останавливаться при любом стечении обстоятельств, поэтому в этом году это однозначно лучше. Но самым показательным всегда для таком бизнесом, которым занимаемся мы, это третий год. Почему? Первый год, что бы мы ни делали, есть некий кредит доверия, там, лично к нам, да, там, еще к чему-то. Но не у 45 тысяч человек. Это интересно, это интересно, да. Второй год нужно обязательно шагнуть вперед, то есть, сделать достаточно большой шаг вперед по качеству, для того, чтобы люди утвердились в том, что это действительно растет. То есть, если второй год будет хуже, на третий год вы увидите, что никто уже не придет, да? Можно, в жизни бывает всякое, да, можно и провалить второй год, но мы перед собой ставили, безусловно, задачу, в связи с тем, чтобы второй год был еще лучше, для того, чтобы сделать уже по-настоящему правильный формат третьего года. Ага. Я так понимаю, что если касаемо барной выставки говорить, ну, чтобы, слушайте, было понятно, все это проходит одновременно, да, там, просто в разных павильонах, в те же дни, или плюс-минус день, там, да, в те же дни, в те же дни, да, то есть, проезжая на пиво, можете посетить и ту, и ту экспозицию сразу. Я так понимаю, что есть определенные сложности в плане алкогольного регулирования, да, вот касаемо именно барной выставки, сейчас у нас будет тоже блок новостей, потому что в том году даже не пускали всех, там, смотрели паспорта, что, там, 18 лет, или что, ну, то есть, да, были особые билеты. Это будет то же самое в этом году. Сейчас давайте прервемся, новости послушаем, и расскажете, да, как это будет в этом году организовано. Новости. Доброе утро, Левицкий Дмитрий, программа «Рестораторы» продолжается на Финам.ФМ. Говорим о выставке «Пир» Ивана Елены Меркуловы, создателя всего этого, да, всего того, что ежегодно 45 тысяч человек посещает. Говорим про барную выставку и насколько вот наше алкогольное регулирование не позволяет делать, или позволяет делать вот такие экспозиции, да, то есть, я, побывав в Новом Орлеане на самом большом барном ивенте, там, да, мировом, наверное, один из самых больших, когда там весь город пьет, и никто в этом фонде там не волнуется, да, как прилетаешь, ну, в Орлеан, и уже тут в зоне лета, прилета в аэропорту уже такой поп-ап-бар сделан, добро пожаловать на выставку и поехали, что называется. Я так понимаю, что у нас с этим не так все просто, да? Ну да, особенно с этого года будет ужесточен алкогольный контроль, и все места розлива, дегустации должны иметь лицензию, и, соответственно, из-за этого существуют определенные сложности у выставочников. А вот что касается прохода, ну, это стандартная история, что до 18 лет запрещено, поэтому у нас на выставку Москва-Баршоу не будут дети допускаться. Ну, то есть, там стоит прям какая-то служба контроля, да, возрастная, которая не будет там пускать. Да, при показании паспорта. А, я понял. Я так понимаю, что помимо Москва-Баршоу, помимо вот кофейной истории, отдельно развивается еще отельная тема, да, и вы там прилепляете еще и отель туда, да? Вон как давно вы стали проводить отельную такую направленность, и вот про эту часть выставки тоже чуть-чуть расскажите, чтобы было понятно, кто и что там может найти. Вот форум отеля у нас где-то еще лет 5-6 назад начался, но вот, как Ваня говорил, развивается кофейная индустрия, развивается барная индустрия. Вот на сегодняшний момент и отельная индустрия, в связи с массовыми соревнованиями, Олимпиада, чемпионаты мира, она тоже сейчас активно развивается. И мы созрели как раз, чтобы увеличить эту экспозицию с точки зрения деловой программы обучающей, и, соответственно, с точки зрения экспонентов. В этом году у нас вот форум выделяется отдельно в выставку отель. У нас увеличивается количество образовательных семинаров, мастер-классов, у нас идут даже соревнования среди студентов по уборке номера. Да вы что? Да, да. А как они там, у вас там номер есть, который они убирают, да? Да. То есть вы его пачкаете, потом они убирают, но снова пачкаете, и там следующий кандидат. Да, еще они будут оформлять номер для свадьбы. То есть вот между собой они будут соревноваться вот в оформлении такого вот красивого свадебного номера. Насколько большая часть выставки, вот то, что отельная, от общего пира сколько занимает отель? Ну, треть, наверное, да? Нет? Она тогда говорит. Ну, тысяч шесть с половиной где-то общая отельная площадь. А общая тогда? Общая у нас сорок пять, да, ну, соответственно, это пятнадцать процентов. Но это чисто отельная экспозиция, только из компаний, которые, собственно говоря, работают с отельной тематикой. Потому что отелю, понятно, ему и в ресторанной части есть много что интересное. Москова, Баршова, много что можно получить для себя важного. Шотель, такой большой комплекс на истории. Хорошая, плотная, интересная программа мероприятий вместе с государством, вместе с Ростуризмом, вместе с Москвой, вместе с особыми экономическими зонами, там, и так далее, и тому подобное. Да, то есть нам удалось привлечь тех людей, которые действительно на сегодняшний момент определяют туда, определяют то, каким образом будет развиваться отельная индустрия, пообщаться по этому поводу, поговорить, да. Роль Федерации рестораторов отеляров здесь очень серьезная с точки зрения всех этих договоренностей, скажем так. Потому что в отельной индустрии частное государственное партнерство, в отличие от ресторанной темы, безусловно, имеет как бы определяющее значение. Это другой бизнес, по-другому устроенный, по-другому работающий. И то, что мы сделали и выделили это как отдельное мероприятие, это опять же следствие, да, следствие того, что творится и что происходит с индустрией. Еще три года назад вот наши попытки, мы ничего не могли сделать, потому что мы не могли найти тех людей, которые по-настоящему заинтересованы. Потому что и выставку, и программу мероприятий, собственно говоря, мы делаем вместе с лидерами, как правило, всегда. По примеру Москву Баршова, вы же четко понимаете, как это делается. Да, конечно. Главное, чтобы первые лица в мире, как бы все они объединились, да, и совместными усилиями сделали роскошные три дня для тех, кому это интересно. То же самое в отельной индустрии. В следующем году, что является тенденциями глобально с точки зрения ПИРа, да, мы делаем еще два, два проекта отдельно, но вместе с ПИРом, да. То есть мы делаем выставку кофе и чай, потому что тоже ситуация дозрена. Отдельный уже ивент, да, он не будет ни на ПИРе в отдельные даты. Это будет как МБС. Нет, в это же время. Как МБС в это же время, но, в общем, совершенно отдельно и независимо, да, потому что мощность уже эту тему набрала. И, безусловно, будем делать что-то аналогичное бай-бренду. То есть тему, мы уже на сегодняшний момент накопили достаточное количество иностранных франшиз, которые бы хотели выходить на российский рынок. И сейчас, вот, в следующем году мы уже консолидируем это в отдельную экспозицию. Вот пора, кстати, отдельно спросить, как человек, который как раз мы сейчас готовим франшизу и на этом ПИРе, наверное, первый раз вот, да, расскажем о том, что наша сеть, дорогая, перезвоню, она, в общем, готовится к этому вопросу. Мне всегда было странно, почему нет экспонентов вот на эту тематику, потому что огромное количество рестораторов, ведь ничего не мешает и сейчас, да, по большому счету, встать там стендом. Ну, может быть, один, два, там, ну, прям совсем чуть-чуть. Да, вот, хотя все ведущие наши компании, там, начиная от Росинтера и Кофейники и Пошки, японские сети, да, они все, но сейчас, по сути, да, франшизы предлагают, да, и мне всегда было странно, почему на ПИРе нет, ну, нет такого предложения, может, в этом году будет, не знаю, вот расскажите. Вы не поверите, но франшизной темой мы стартовали у себя где-то лет 7-8 назад. Как всегда поняли, что еще рано, наверное. Да, как всегда, как всегда у нас было, мы работали активно там с Барро, с Интер, по большому счету, тогда больше никого не было. Год-два это прошло, потом, ведь людям должно быть интересно, да, то есть, если люди видят среди франшизных предложений то, что они так уже знают, да, это не интересно. То есть, человеку интересно, когда есть выбор, да, когда есть ассортимент, когда есть предложение. И вот еще 5-6 лет назад этого широты выбора не было, и мы не могли организовать его. Сейчас, да, ситуация уже такова, что тех компаний, сетей, которые предлагают франшизу, уже много. И, соответственно, здесь уже можно сделать качественную экспозицию, качественные предложения уже для той аудитории, которая, собственно говоря, у нас есть. Поэтому в следующем году Welcome будет совершенно уверенно отличная часть, которая будет наполовину российской и наполовину с очень интересными, такими, скажем, забавными мировыми предложениями, которые делают эту экспозицию вкусной, да. Ну, я думаю, что это будет, на самом деле, очень здорово, потому что даже на байбренде рестораторов стоит не так много, честно говоря, да. В том году их было совсем чуть-чуть, да, в октябре, по-моему, да, она вот проходит, тоже Екатерина Соек была у нас в гостях, как раз, мы говорили про ее выставку. Ну, не так много стоят почему-то люди. Хотя было бы, мне кажется, для любого там человека приезжего, приехавшего на выставку, очень удобно пройтись и поговорить в одном месте, да, узнавать условия со всеми, да. Ну, вы все прекрасно понимаете. В следующем году будет удовлетворение этому, удовлетворение этому интересу, вменяемое, понятное, качественное и самое главное, очень обширное, да, то есть можно будет проанализировать, посмотреть, там, два-три десятка компаний, поговорить с ними, да, потому что это же очень важно, речь идет о вашем бизнесе, вы очень хотите быть успешным, правильно? Ну, конечно, что ж. Скажите, вот, вы говорите про приехавших на выставку, а вообще, вот, кто приезжает? Что за, что за, не знаю, есть ли средний, понятие среднего посетителя выставки или как-то вы их там вот на кластер разбиваете для себя там для анализа или вообще вы не анализируете 45 тысяч человек, кто это такие, да? Ну, студенты, я понимаю, да, там, вот сколько их там, не знаю, в процентах, вот как-то про состав гостей ваших можете рассказать, кто эти люди в основном? Да, конечно, можем. Каждый год мы занимаемся тем, что опрашиваем порядка 800 человек. А, ну, там анкеты же на руки заполняют. Да, то есть у нас есть, мы работаем с отдельной компанией, с господином Дымшицем, который делает нам определенные исследования ежегодно на выставке, смотрит и показывает нам изменения в аудитории, в ее качестве в основном, да. Срез очень обширный на самом деле, здесь речь идет и о руководителях предприятий, владельцах собственного бизнеса и о тех людях, которые каким-то образом рассматривают для себя ресторанный бизнес с точки зрения интересного. доля руководителей, вообще, так сказать, управленческого состава, она где-то порядка 20%, 20-25%. Большая часть, безусловно, это специалисты, то, что мы называем специалисты, да, это повара ли это, кондитеры ли это, менеджмент как таковой, да, там, закупщики. Москва, регионы, здесь соотношение следующее, около 30% Москва, все остальное, безусловно, наша Россия, ближние и дальние зарубежья в том числе. Потому что выставка уже явным образом последние два года становится не только российской, она становится как бы СНГовской, да, слово такое СНГовское. Для русскоязычного пространства, то есть у нас большое количество гостей, посетителей и с Украины, и с Казахстана, и Белоруссии, да, вот, мы регистрируем этих людей задолго их заранее. Потому что те же самые бренды, те же самые компании, тот же Электролюкс, он, собственно говоря, везде, да, и там, и там, и сям. Слушайте, ну, вот это интересная история, я действительно знаю там, ну, много очень моих там знакомых, хороших там, из разных регионов, действительно, тоже у себя вот галочка у них стоит, там, в сентябре, они вот одно, там, один ивент выбирают в году, да, на который они едут, они вот приезжают на пир, действительно. Вообще, вот, на просторах СН, как вы сказали, русскоязычного пространства есть что-то интересное? Вот так вот, по чесноку между нами, да, вот те какие-то ивенты, события, которые делаете не вы, уж простите, а кто-то еще, да, ну, которые вы действительно видите, может быть, чуть отличающиеся, может, просто действительно какие-то чуть-чуть другие области, куда вы еще можете передавать мне, простому российскому ресторатору, действительно, пойти и там что-нибудь интересненькое найти. Начну издалека, начну издалека, да, то есть, на сегодняшний момент мы так приблизительно понимаем, что пир это где-то пятая или шестая по размеру выставка в мире. Да вы что? С точки зрения индустрии гостеприимства, да, то есть, есть, безусловно, гранды, как хвост. Это я еще хотел спросить отдельный вопрос, а вот про мировую тему. А это вот он упирается и... Ну, давайте, хорошо. Отвечать лучше через какую-то такую мировую, мировую прижу, да. Пятая, шестая в мире по размерам, с точки зрения тех тематик, которые мы охватываем, да, потому что мы не берем много выставок в мире, где есть, например, гигантская составляющая продуктов. Да, конечно. Просто, просто, просто продукты, да, к которым стыкуется уже индустрия гостеприимства. Мы говорим именно о индустрии гостеприимства, как таковой, да. Это пятая, шестая. Конечно, сделать такую выставку масштаба в каких-то странах содружества, ну, тяжело, потому что индустрии там, ну, этому, естественно, не соответствует. Поэтому Москва действительно является центром притяжения с точки зрения русскоязычного пространства и выставочного формата в том числе. Поэтому, куда ехать? В любую страну, в любую столицу, везде проходит своя локальная для данного рынка выставка, которая, собственно говоря, занимается этой тематикой. Мало того, если мы с вами посмотрим на города, крупные миллионники в стране, везде тоже есть своя выставка по индустрии гостеприимства в обязательном порядке. Ну, я имею в виду не посмотреть там, да, маленькую версию пира, а что-нибудь интересное, самобытное, не знаю, что за такое есть, нет? По формату, не знаю, по структуре, по... Ну, вот ресторанной практики куда-то недавно ездил. Вот то, что делают ребята на Украине, да? Будут у нас в гостях тоже. И ресторан бизнес на Украине очень интересен, то есть нам очень нравится, безусловно, как это все будет. Действительно интересно, отличается от нашего. Очень интересно, и свой, и Киев, и Одесса, так что-то. А вы не собираетесь выйти? Все уже устали. Вот, кстати говоря, вот я вам сейчас по секрету скажу, что ребята из ресторанных практик-то, они вроде даже предлагали вам или хотели с вами сотрудничать, например, предмет совместных каких-то вещей, но что-то там почему-то, вот вы же не захотели дать им там франшизу, чтобы они делали выставку на Украине, я не знаю, да? Я просто где-то меволётом слышал. Франшизы созревают не только в ресторанном. Ага, но в выставочном тоже, да. Мы с ним говорили по поводу форума. Мы же проводим еще помимо выставки раз в году вот ресторанный бизнес-форум, и вот ресторанные практики неоднократно приезжали на форум, им было интересно, но... Они сами могут это все сделать, мы им для этого не очень нужны, и великолепно у них получилось без нас. Ну, такая у них самобытная история, отличающаяся от вашей, вот там, да? Да, мне очень понравилось, да. Ну, она своя, и вот мы сейчас поедем туда в октябре снова на Украину, у них опять в октябре будет съезд всех частей. Хорошо, прервемся на новости, и потом будет завершающая часть программы. Доброе утро, доброе утро, Левицкий Дмитрий, программа «Рестораторы», «Финам-ФМ». Продолжаем говорить о выставке «Пир» и о выставках в целом. Иван Елены Меркуловы, руководитель информационного проекта «Пир» у меня сегодня в гостях, про мировые выставки, Иван, вот вы начали говорить, ну, про СНГовию понятно, куда в мире съездить и что можно посмотреть, да, вот в плане, чем там интереснее, чем у нас, что можно там увидеть, что там делают так, как мы не делаем там принципиально, как вы не делаете, да, принципиально, потому что нам это не подходит, или просто еще времени не пришло. Можем сказать с уверенностью, мир стал маленький, да, мы все это почувствовали, очень, там, за последние, опять же, пять, все у нас произошло за последние пять-десять лет, как обычно, да, мир стал маленький, и если раньше такой формат, как такое словосочетание «международная выставка», оно звучало, имело какой-то серьезный смысл, да, вот международного, то есть все с мира съезжаются куда-то для того, чтобы там какие-то свои какие-то сложные и большие вопросы, задачи порешать, да. Такое еще было когда-то давно, да. Выставка, на которую съезжаются дистрибьюторы крупных мировых производителей, куда съезжаются сами эти крупные мировые, то есть вот, да, это все осталось уже в прошлом. Если мы с вами берем даже самые большие, там, американская выставка, хост тот же, да, то есть на сегодняшний момент с уверенностью можно говорить, что эта выставка локальная, на самом деле, эта выставка для данного рынка и его ближайших окрестностей с точки зрения и производителей, и дистрибьюторов. Просто рынки все разные, да, то есть если Италия – это кофе, да, например, да, то есть вся ассоциация Италия – это кофе, это там пицца, да, это значит, что эти тематики там очень сильно развиты и продвинуты с точки зрения и производителей, там, и зерна, и технологии вокруг этого, да, то есть они определяют моды, они определяют какие-то интересные тенденции вокруг этого. Если мы смотрим на американский рынок, то это, там, технологии по работе с мясом, да, какие-то, с точки зрения ресторанного бизнеса. Все, что касается скидочных, карточных систем, там, американцы лидеры в этом во всем, это какие-то мелочевки для бизнеса, там, какие-то зубочистки, там, еще что-то, какие-то пластиковые приспособы, там, то другое, то есть, это вот, это американские форматы, да. Если мы с вами смотрим в Азию, то тоже уже у вас в глазах ответ на это на все есть, да, то есть, это их специалитет, это их интересы, это их рынок. Поэтому выставки сейчас, с точки зрения своей глобальной международности такой, да, вот, весь мир приехал в одно место, и там, этого уже нет. Пир, по сути, является точно таким же продуктом, который работает на этой территории с этим рынком. Ну, у нас как-то, получается, нет своего такого вот своеобразия на фоне там, вот они там, эти мясо, эти то, эти то, а мы что? У нас нет своеобразия по одной простой причине, что у нас нет собственного продукта. Ну, лет сто должно пройти, наверное. У нас только пять, у нас только за пять лет все произошло. Реально, у нас нет собственного продукта, у нас, как бы, в очень странном состоянии находится своя кухня, да, то есть, Российный сегодняшний день впитало все со всего мира, да, и находится на стадии зарождения или зарождения чего-то своего. Вот это, когда свое появится, тогда и миру тоже это будет сильно интересно, потому что сейчас ехать на пир просто незачем, да, потому что если мы говорим даже о производителях оборудования, то, ну, конечно, мы прекрасно понимаем, что они у нас есть хорошие, да, но они не мирового уровня, то есть, они еще не являются компаниями, которые там всемирно известными брендами являются, так ведь? Это минус, и это отражает пир, это реальность. Ну, понятно, да, то есть, должна отрасль что-то создать, пир всего лишь может это выставить и показать, да, он же не может это создать сам по себе, да. Хотя, вот могу сказать, в том же Новом Орлеане наши ребята, да, делали же презентацию, российская питейная культура, да, где рассказывали про то, как мы пьем вообще, откуда взялась водка и вся эта история, и это вызывает интерес у людей, то есть, они собираются, люди, человек там, ну, наверное, человек, ну, сотни там людей собралось в зал, хотя в это время шел там другой семинар каких-то известных там, да, товарищей там со всего мира, но ребята рассказывали, что такой березовый сок вообще, как, да, Валь, привезли с собой древесину, и люди там грызли березу, понять, как вообще мы там делаем сок из этого свежевыжатый. Мы уверены, что в ближайшие 10 лет появятся продукты, появятся наши, появятся оленины, появится что-то вокруг дикоросов, появятся продукты из территорий, да, то, что будет привозиться в Москву, то, что будет являться здесь основой меню, скажем так, вот сегодня, в этом году, наверное, первый год, когда мы можем массово говорить, посмотрите, лисичка прослась по всем предприятиям. А, лисичка стала звездой. Просто звезда этого сезона. Это пицца с лисичкой, жульены с лисичкой, и десятки вариаций, почему появился продукт. Пусть он сезонный, пусть он, так сказать, такой, да, но появился. А еще год назад мы имеем великолепное московское меню, да, кусочек Италии, кусочек Японии. Ну, это еще долго будет. Два того, два другого. Наш национальный, кто-то это пошел. Вопрос в продуктах, вопрос в продуктах. И мы очень серьезно занимаемся, и этой темой в том числе, у нас же есть еще второй проект, который называется не выставка, а ярмарка ПИР. Вот мы, собственно говоря, по ярмарке делаем очень интересную работу. В декабре этого года мы собираем 10 территорий, в которых мы селектируем производителей и продуктов для нашего рынка с вами. То есть то, что уже производится там, но то, что еще не дошло до московского рынка. Мы это собираем, структурируем и даем возможность. Ну, вот это будет достойно, думаю, нашей отдельной встречи, если будет желание прийти еще раз и поговорить, потому что это, конечно, отдельный больной вопрос, да, вот с нашими продуктами. Мы не раз и в этой студии, да, говорили об этом. И еще будем говорить. И вы там со своей стороны, мы со своей здесь, да, по-большому счету делаем одно дело. Не так много осталось времени, а хотел на самом деле спросить, Иван, ну вас, наверное, да, по поводу вашей работы все-таки о Фрио. Есть еще одна история, которую там, да, вот вы упомянули за завтраком, я так понимаю, что и на пире отголоски этого есть, и круглые столы, и что-то такое. То, что вы делаете вот в формате там лоббирования интересов отрасли, думаю, слушателям нашим тоже будет интересно. Лучше говорить, наверное, о том, что сделано, да, так понятнее. То есть в этом году сделан очень интересный шаг, связанный с изменением законодательства по летним кафе в Москве. Искренне спасибо, наш летник на Китай-городе отработал все лето благодаря облегчению разрешения. Сами убедились, да, что если это не новое, то, собственно говоря, процедура была простой, простой и понятной. На сегодняшний момент очень интересная тема, которая занимается в Рио вокруг газа, опять же вопрос большей прозрачности и упрощения самого алгоритма. Следующий блок большой. По поводу газа вы поясните, а то что имеете в виду? Ну, на сегодняшний момент я бы не сказал, что вопрос использования газового оборудования в предприятиях питания вызывает такие положительные эмоции у всех наших государственных органов и у жителей, да. То есть подключение к магистральному газу, да, использование... То есть существует масса ограничений и сложностей, связанных с использованием газа, а газ, в общем-то, достаточно эффективен по бизнесу. Конечно. И экономический рентабель. И экономический, и с точки зрения непосредственного процедуры приготовления еды. И мы надеемся, что, вот, например, мы делаем большой круглый стол, опять же, со всеми по поводу газа, и надеемся, что это будет таким сильным шагом вперед в решении этого вопроса. Это комплексный вопрос, подчеркиваю, да, это комплексный вопрос. Аналогичная история с точки зрения алкоголя, алкогольных лицензий и самой процедуры, и скорости, и адекватности отношений с точки зрения получения предприятия питания алкогольной лицензии, и ни в коем случае не смешиваем ее с розничной торговлей, да, потому что у нас постоянно смешивают предприятия питания и бизнес вокруг торговли, да. Тут нам есть что сказать. Ну, мы промолчим. Формировали экспозицию, связанную с экологичностью предприятия питания, да, то есть собирали в одну кучу все эти технологии, которые казаются шума, грязи, мусора и так далее, для того, чтобы предприятие само по себе было и безопаснее, и чище, и комфортнее для города и москвичей, да, и так далее. На самом деле в РИО очень много направлений, есть такие направления, которые касаются и страхования, ответственности предприятий перед третьими лицами, да. Такая очень актуальная тема, особенно после всех тех инцидентов, которые случились и в Москве, и не только в Москве, поэтому этим тоже вопросом серьезнейшим образом занимается федерация, каким образом организовать вмененное страхование для предприятий питания таким образом, чтобы люди в любом случае получили компенсацию, чтобы эта ответственность уже была застрахована, вот, тоже комплексная задачка, интересная, которая мы уже надеемся к концу этого года найдет свою документальную реализацию и схему, да. Ну, еще много-много-много другого интересного федерации с точки зрения того, чтобы индустрия, может быть, даже сама там не зная, да, но получала возможность более цивилизованно развиваться в целом, да. Вот такая интересная, красивая работа, скажем так. Я понял. Ну, за нее спасибо, у нас был в гостях Бухаров, и, я думаю, будет еще не раз, и мы с удовольствием в нашей программе поднимаем, конечно, эти вопросы, поскольку они действительно для отрасли крайне важны. Лен, ну, там, да, время нашей программы потихонечку подходит к концу, но все-таки хотелось бы спросить вас, как вы видите выставку ПИР, ну, не знаю, там, через пять лет? Вот как бы вы себе ее представляли? Потом, может, еще время, если скажет, то Иван скажет, а если нет, то на вашем мнении закончим. Как вам видится, что будет ПИР там через пять лет, например? Ой, он будет такой большой, там будет много мелких форумов и подвыставок, таких как кофе, бар, отель, пицца, может быть, русскую кухню сделаем, обязательно образование, будет очень, у нас уже есть задумки по кулинарным соревнованиям, причем мирового уровня. Ну, у вас проходят же кулинарные конкурсы, да, уже там? У нас они проходят, но у нас есть еще более грандиозные задумки, которые уже будут реализованы, я надеюсь, в следующем году. Куда уж больше-то и так там пока все обойдешь, язык на плечо. Нет? Может, пора разбить на маленькие и просто делать их там каждый месяц, но разные, нет? Не пора еще? Нет, нет. Это сложно, лучше все в одно время, но мы сделаем более структурированную экспозицию, и у нас есть определенные сервисы, которые упростят посетителям разобраться вот в нашей выставке. Иван, ваше все-таки мнение на этот счет? Ну, я могу сказать только одно, да, что будет через пять лет. У нас будет еще более значительно интересно. Во всех направлениях? Во всех направлениях, тех, которые мы даже на сегодняшний год еще и не представляем, возможно, да, мы же не знаем, что будет через пять лет. Вот мы как раз и попытаемся, это то, что мы еще не знаем, наиболее интересным образом отразить, да, наиболее полно представить. Поэтому самая главная наша задача – это интерес той аудитории, с которой мы работаем, для которой мы работаем. Мы это и пытаемся делать. Ну что же, спасибо большое. Говорили сегодня с Иваном и Еленой Меркуловой, Меркуловыми руководителями информационного проекта ПИР, о выставке, о развитии выставки. Искренне вам хочу сказать большое спасибо за то, что были в гостях, во-первых, ну и, а может быть, во-первых, за то, что действительно делаете эту выставку, потому что она действительно, ну, что говорить, грандиозное событие в отрасли. Слава Богу, что оно есть, есть эта площадка, есть возможность приходить, есть возможность общаться, есть возможность узнавать новое, будем за вас болеть, приходить к вам на мероприятие. Спасибо.